Для большинства жителей России действительно была одна тайна на этой неделе важная. Никто не понимал, а что, собственно говоря, так долго и так страшно взрывается в рязанских складах. Там было все очень пафосно. Вооружение? Подожди, вот все там было очень красиво, очень пафосно, героично. На красном танке внутри пожара зачем-то рассекал какой-то генерал. Совершенно бессмысленная была показуха, которая на пожар не производила никакого впечатления. Я не знаю, жив генерал или нет, это не так важно. И, в общем, в этом не разберешься, потому что еще ни одному генералу отсутствие головы не мешало вести привычный образ жизни. Все это было еще предложено как... Этот красный танк преподнесен как подвиг, что тоже, в общем, нелогично. А чем еще, собственно, должен заниматься генерал? Его всю жизнь выпаивают коньячком, выкармливают телятинкой, чтобы и разрешают цеплять на одежду всякие блестящие предметы, чтобы в какой-то момент он где-нибудь бессмысленно, но красиво поносился бы на красном танке. Потому что больше они все равно ни на что не пригодны. Я полагаю, что вот там вот с такой ядерной невероятной силой рвалось в огне рязанских складов. Я думаю, что это была колбаса. Я думаю, что это были красные сырые радиолы, подгузники. Это были хорошие автомобили и канализация в селах. Там взрывалась красота и комфортность жизни, которые когда-то СССР принес в жертву очередному бесконечию бараков, набитых этим взрывающимся дерьмом. Вот тогда мир с жалостью смотрел, как на душевно больных, на огромную страну, которая, изнуряя, унижая, разоряя свое население, продолжала клепать эту бессмысленную военную химеру. Химера уже получила к тому времени понус в Афганистане, который доказал ее, в общем, декоративность и бессилие, потому что какие бы слова ни произносились, можно надувать щеки, но бегство Советской армии из Афганистана, красиво названное вывод войск, это все-таки бегство. И мы видели, как иллюзия всего этого величия превращалась в металлолом. А когда-то этому металлолому в жертву были принесены сотни миллионов судеб. Вот сейчас Россия, можно было бы наплевать и дать всем этим, я думаю, таких складов на территории страны штук 500 примерно, набитых всем этим говном. И можно было бы им дать сгореть. Но сейчас Россия старательно пытается повторить главную ошибку Советского Союза. Приносит благополучие и счастье людей в жертву величию государства. А вот идентичность этих ошибок гарантирует и схожесть финала.